Дорогие друзья, привет! Я хотела бы представить лектора, который расскажет нам про поведенческую медицину сегодня. Область знаний ветеринарных немножко от меня далёкая, как от врача-реаниматолога. Мне, в общем, понятно, когда животное умирает, и это действительно проблема. А вот когда кошку там взяли за шкирку или написал на диван, ну это как бы вроде как, мне кажется, не проблема моим смещённым сознанием. И мы поэтому на эту конференцию Людмилу Конникову позвали специалиста не только в неврологии, но и в поведенческой медицине. И она нам сегодня расскажет, чего бы таким профанным, как я, почитать, чтобы разобраться немножко в том, проблема или не проблема, и что делать, если проблема. Спасибо. Итак, чем занимается врач поведенческой медицины? В умах многих людей возникает вот такая картинка, что, значит, я сижу такая на приёме, у меня собака сидит на диване, и она рассказывает о своих горестях и печалях, как, значит, владелец её обидел. Но, конечно же, всё немного не так, и я хотела бы показать вам на примере клинического случая, как может выглядеть работа врача поведенческой медицины. Имеется вот такая кошечка Зоси, которую взяли с улицы. Типичная история, ей около года, её сразу же стерилизовали, вакцинировали и принесли домой. А дома оказалось, что есть ещё две кошки, и им совершенно Зоси не понравилось. Что Зоси начала делать? Она начала совершать акт идентификации разными порциями в разных углах и мочеспускания на кровать владельцев. Это тоже такая частая история. И вот если Лиза говорит о том, что работа реаниматолога заключается в спасении жизни, то здесь мы должны спасти Зосю, потому что если она будет продолжать делать эти вещи, то она либо окажется снова на улице и, соответственно, может погибнуть, либо некоторых кошек таких владельцы утоназируют. Это тоже прямая дорога, ну, собственно, в другой мир. На радугу. Да, что мы должны спросить у Зоси. Врачи поведенческой медицины, это тоже врачи. Мы тоже собираем анамнез, ставим дифференциальные диагнозы, потом останавливаемся на предварительном диагнозе и начинаем лечение. Поэтому у нас должен быть полноценный анамнез. Мы должны выяснить, как живут эти две кошки в доме, что у них там за условия, в которых они содержатся. И вот что мы узнаем, что на всех трех кошек теперь одна когтеточка, у них один лоток, у них некуда залезть, то есть у них определенная такая горизонтальная плоскость. Если вы заходили в зоомагазины, вы видели, что продаются высотные комплексы для кошек, но они высотой метр. Это не высота для кошки, а кошки живут в трехмерном пространстве. То есть они хищники, которые обитают не как собаки в горизонтальной плоскости, а они должны лазать по деревьям на всякие высотные комплексы и так далее. У этих кошек нет таких пространств, и они не могут, соответственно, друг от друга отделиться. Они устают друг от друга. Между ними появилась агрессия. Драки и всякие царапания, которые вы можете видеть между кошками, это активная агрессия. Она там тоже была, но была и пассивная агрессия. Как это выражается? Ну, по-русски говоря, это когда ты идёшь в туалет, а там кто-то сидит и смотрит на тебя. И ты такой, ну, я не пойду в туалет, я пойду на кровать. Именно это происходило в этой ситуации. Хозяева были очень доброжелательные, но они решили, что Зося страдает, и поэтому надо наказать двух кошек, которые там живут. Чаще всего наказывают как раз нашу... Зосю бы наказывали чаще всего, и это ещё больше ухудшает ситуацию. Но в данном случае это тоже не помогало особо с ситуацией, потому что те две кошки испытывали колоссальный стресс от вторжения, так плюс ещё их наказывают. И мы должны выяснить, какие обследования были сделаны. Итак, наши дифференциальные диагнозы. Нечистоплотное поведение, связанное с тем, что кошка просто не может добраться до лотка. У нас один лоток на трёх кошек. У нас есть меченье. Меченье – это стрессовая такая реакция, которая призвана зафиксировать свой запах рядом с очень значимым каким-то областью территории. Это кровать или это входные двери. В данном случае это была кровать. Мы сдали анализы мочи, благодаря чему исключили инфекцию мочеводящих путей и идиопатический цистит. Что мы посоветовали? Мы добавили, конечно же, лотки с разными наполнителями. И лотки должны стоять таким образом, чтобы кошки могли до них добраться, не сталкиваясь друг с другом. Мы добавили им высотных пространств. Вот вы сейчас на слайде видите, как они могут выглядеть. Высотные пространства должны быть сформированы таким образом, чтобы кошка могла слезть с комплекса, не столкнувшись с другой кошкой. Видели ли вы такие комплексы, которые наверху полка и внизу полка? Это скорее для одной кошки. Да, как кошка слезет, если там уже кто-то лежит? Это как живёшь ты в квартире, и тут к тебе приселяется с вокзала… Узбеки, да? Бонж какой-то. Да, да, да. Семья китайцев, которые, значит, там валят свои борщи китайские на кухне, и ты не можешь готовить просто. Конечно, ты пойдёшь, купишь тебе плиту и будешь готовить в комнате. Минутка расизма. Этим занимается… Нет, китайцам я хорошо отношусь. Значит, мы ставим диффузор филевый, например, классик, добавляем пространство и не выделяем кошку, не наказываем остальных и вообще не вмешиваемся в их отношения. В результате у нас воцарился мир. Зося жива, здорова. Кошки, конечно, вот такая картина случается не всегда, чтобы кошки вместе все ладили, но, по крайней мере, они не показывают такого сильного стресса. А ведь стресс может приводить и к болезням. Мы знаем, что благодаря стрессу возникают, ухудшаются все хронические заболевания, а иногда и возникают новые заболевания. А с какими же проблемами еще могут обратиться хозяева? Для собак самое популярное – это агрессия. Это синдром когнитивной дисфункции, то есть стареющая собака может показывать такие же симптомы, как бабушка старенькая или дедушка. Очень часто обращаются с тревогой разлуки и вообще с разными страхами, когда хозяева выходят из дома, а приходят к разрушенной квартире. И здесь тоже речь идет, ну, такая, серьезный разговор, потому что часто соседи жалуются из-за воя, лая. И иногда таким собакам хотят подрезать связки, например. Это тоже опасно. Да, такая операция не применяется, например. И тогда хозяева могут, опять же, обратиться к аутаназии. И здесь уже речь идет о спасении жизни. Ну, хорошо, хорошо. Навязчивое расстройство, когда собака вылизывает лапы, грядет свой хвост и другой самотравматизм. Нечистоплотность у собак, она тоже бывает, и меченье, и нечистоплотное поведение. Что касается кошек, то основная масса владельцев обращается с жалобами на ночную вокализацию. Это очень такая распространенная проблема. И иногда причиной оказываются органические заболевания, например, гипертиреоз или почечная недостаточность. Поэтому врач поведенческой медицины должен быть прежде всего врачом, который сможет дифференцировать диагнозы и понять, где поведенческая проблема, а где органическая. Мочеспускание в неположенных местах, как у нашей Зоси. Опять же, деменция, различные виды страхов и агрессии. Вообще страшнее кошки, звери нет. Я в этом убедилась на своей практике. И различные формы тоже навязчивого поведения, вылизывания вплоть до облысений. Значит, если вы не поняли, что написано на предыдущих слайдах, там было на английском написано, то нам нужно с вами снять языковой барьер. Делается это таким способом, что вы смотрите много разных фильмов. Но я думаю, мои коллеги расскажут вам о том, как это сделать. Есть различные общества, которые занимаются поведенческой медициной. Вы их видите на слайде. И эти общества организовывают конференции, на которые вы можете поехать и поучаствовать в них или послушать. Одна из таких конференций будет проходить в следующем году, я надеюсь, очно, в Бельгии. И я планирую туда поехать. Айда все. Да. Вообще конференция — это очень вдохновляющий опыт. И даже ты не столько нового много узнаешь, сколько вдохновишься на то, чтобы, вернувшись, открыть книгу и начать изучать неведомые доселе науки. Существуют различные журналы, так же, как и в других областях медицины. Например, журналы ветеринарного поведения. Вы его можете легко найти на сайте резивер. А по медиа, я думаю, тоже расскажут мои коллеги. В поведенческой медицине есть журнал-клаб ещё у нас такой. Его организовала я и стараюсь относительно регулярно его вести. Как это проходит, что мы встречаемся раз в какое-то время и обсуждаем разные исследования, статьи, публикации. Публикации по этим темам. Да. И участники готовят каждой свою статью, и мы обсуждаем и делаем какие-то выводы. Я думаю, что кого-то из вас это заинтересует, и вы постучитесь в эту группу. Также есть различные школы, которые обучают этологии и зоопсихологии. Этология — это наблюдение за животными. Зоопсихологом может быть не только врач ветеринарный, но и кинолог, и зоопсихолог, собственно, да, психолог человеческий тоже может стать зоопсихологом. Да. То есть это специальность, которая не требует медицинского образования. Но чтобы назначать медикаментозную коррекцию, мы должны иметь ветеринарное образование. Есть прекрасная школа этологии Софьи Баскиной, где вы можете научиться базовому курсу этологии, понять, как формируется поведение. Ну, в общем-то, это такой очень хороший научный курс, на мой взгляд. Есть конференция. И я очень рада, что мы смогли сделать секцию поведенческой медицины такой популярной и востребованной. На NVC нашей самой грандиозной конференции эта секция проходит уже, по-моему, четвёртый раз в этом году было. И количество участников растёт, и их уровень тоже растёт. Это приятно. Интерес к теме, да. Да, интерес к теме есть. И я это вижу и по другим конференциям тоже. Например, появляются секции поведения на Компаньоне, на Московском конгрессе и на других конгрессах. И даже появляются специализированные лектории. Например, вот Виталий Кононов, очень хороший онлайн-лекторий, Pets and Wild, различные зоопсихологи, кинологи собираются и обсуждают разные проблемы поведения и свой опыт. Это очень интересно. Существует также область поведенческой медицины профилактическая. То есть я сейчас говорила больше о лечении проблем, о коррекции поведения, но мы должны заниматься профилактикой. Что ветеринарные врачи, да, что зоопсихологи. И школа социализации – это то, что профилактирует проблемы поведения в уже более взрослом возрасте. Это такие мини-детские садики для животных, для кошек и собак. Они ограничены возрастом, потому что есть такое окошко, в которое нужно проскочить. Коридор. Коридор, да, маленький. У котят это, у кошек это вообще бойница, можно сказать, да. Это до месяца, да, мы должны уже социализировать котёнка. Я думаю, её мама социализирует до месяца. Да, к двухмесячному возрасту котёнок уже полностью социализирован. Ничего себе. И если котёнок никогда не видел детей, никогда не видел собак. Других кошек. Да, других кошек, он вырос в такой социальной депривации, то это будет сложно. То есть, почему кошки так сильно боятся незнакомых людей или улицы. Для собак возраст, конечно, чуть побольше, это до четырёх месяцев. Но после четырёх месяцев мы уже не говорим о социализации, мы уже говорим об адаптации. Коррекции. Да, и именно такие детские садики, они помогают не обучить собаку, а помогают показать ей, что мир разный, что есть вот такие люди, есть дворники, есть люди в костюмах Деда Мороза и так далее. На самом деле это забавно, но там 12 занятий обычно, да, которые направлены на такое развитие щенка. И даже щенков водят в зоопарки и показывают им разных животных, чтобы они чувствовали разные запахи. Да, для владельцев также там проводятся лекции по тому, как не допустить развития проблемного поведения, агрессии, например. Часто люди играют с щенками или с котятами руками, и это рождает агрессивное поведение. Да, мало кто знает какие-то базовые вещи. Придумываем мы, наоборот, себе какие-то очеловечивания животных, а базовых вещей про поведение не знаем. Сами выращиваем большие проблемы себе и потом не знаем, что с ним делать. Да, действительно, это так. Часто владельцы выбирают по внешнему виду собаку или кошку и не думают о её потребностях. Как будто это статуэточка, которую можно на пауку поставить. Да, а иногда накладывают свои потребности на потребность животного, а у них совершенно другие потребности. Как, например, для кошек важно трёхмерное пространство, а для нас важен диван. Максимум. И холодильник. Максимум диван. Это то, благодаря чему наши клиники, по крайней мере, в Москве и Петербурге, и я надеюсь, что и в России другие клиники становятся более ориентированы на животных, на подход мягкий к животным, чтобы кошки и собаки меньше боялись и меньше испытывали стресса в клинике, поскольку по возвращении с такого шокового приёма, где с ними грубо обращаются, где они сильно переживают, кошки могут страдать идиопатическим циститом. У них могут после вакцинации генерализоваться ФИП, например, или КОС-кошек. Собаки могут... У собак может обостряться воспалительное заболевание кишечника. И владельцу приходится ещё раз обращаться к ветеринарному врачу. К замкнутый круг случается. Да, и действительно, большинство владельцев посещали бы ветеринарного врача чаще, если бы это было менее стрессово для животных. А это говорит о том, что, во-первых, с точки зрения руководства, да, это более прибыльно, а во-вторых, это говорит о том, что мы чаще бы замечали болезни на ранней стадии. Ну да. А это уже тоже профилактика гибели прежневременной животных. Бережная фиксация повышает контролируемость, предсказуемость для животных, и снижает уровень стресса. И, например, есть такая ассоциация Cat Friendly Clinic, которая не рекомендует жёсткие методы фиксации. У них на сайте есть очень интересный раздел по тому, как нужно обращаться с кошками, какие методы позволяют им чувствовать себя более уверенно на приёме. И я надеюсь, что после этой лекции вы зайдёте и посмотрите на этом сайте. У них есть и обучение тоже, и есть очень много в бесплатном доступе материалов. А теперь небольшой интерактив. Поведенческая медицина также занимается, помимо коррекции, распознаванием языка тела животных. Нам это очень важно для того, чтобы понимать их эмоции. Ведь, чтобы понять, какая проблема у животного, мы должны определиться с тем, какую эмоцию они испытывают. Мы не назначаем препараты, например, амес – это только при гастрите, да? Амес назначается при рвоте. А рвота – это симптом. И точно так же и эмоции. Сильный страх – это, по сути, симптом. Так же, как и агрессия. Это не диагноз. Поэтому для того, чтобы мы понимали, что испытывает животное, как распознать регургитацию – это или рвота. И рвота, да. Да, так же мы должны отличать эмоции животных по их внешнему виду. Они же не говорят. Вот. Давай попробуем. Да, какая кошка испытывает боль? Ну, да. Я думаю, что первая испытывает боль, вторая, мне кажется, просто зашуганная, боится, ну, а третья, мне кажется, просто толстая и сидит. Нахмурившись. Кстати, владельцы часто присылают мне фотографии своих кошек, которые находятся в спокойном, в принципе, состоянии. Говорят, что-то она злобно смотрит на меня. У неё просто щуки. Да. Действительно, совершенно верно. Первая кошка. Мы смотрим на уши. Они у неё направлены в сторону. У неё опущена голова, прижмурены глазки и вздыблена шерсть немножко. Это тяжёлая боль у этой кошки. И есть шкалы мимики боли. Кому как нельзя об этом хорошо знать. Да, это я знаю. Вторая кошка действительно боится. У неё расширены зрачки, распущенные усы. И ушки немного по-другому, да? Они скорее больше прижаты, чем опущены вниз. А третья кошка, она может быть и агрессивна. У неё уши направлены вперёд, голова немного наклонена. Но она действительно полновата. Давайте посмотрим дальше. Кто из них собака-улыбака? Ну, мне кажется, обе. В общем, может быть, у первой улыбка немножко какая-то то ли напряжённая, то ли хитроватая. Что-то не то в ней. Владельцам очень нравятся такие картинки. Они... Вот если забить просто в гугл собака-улыбака, вот мне вышли такие картинки. Конечно, собака-улыбака здесь вторая собачка Сиба. У первой мы видим напряжение в области челюсти. У людей тоже напрягаются очень челюсти, если они нервничают. И прижатые уши. А также мы видим склеру глаз в белок. Это значит, что голова немножко отодвинута от нас. И собаки отодвигают голову тогда, когда боятся. Опасаются. Опасаются. Они хотят увеличить дистанцию. Ну, по сути. Ну, конечно, мы должны смотреть на всю мимику целиком, а не только на скрышенные руки, например, да, или на прижатые уши. Но здесь очевидно, что первая собака настороженна и боится. И если мы начнём гладить её по голове, как собаку-улыбаку, то мы можем получить травму. Она может укусить. А кто хочет, чтобы вы почесали пузико? Ну, это просто, да. Это второй. Второй, ну, он более расслабленный, он явно доверяет. Совершенно верно. Первый сомневается, мне кажется. Да. В нас. И что мы здесь... Почему мы это видим? По хвосту, во-первых, да? У первой собачки он поджат. И она показывает, я маленький щенок, не бейте меня. Что делают врачи часто, когда собака так падает в клинике, они начинают гладить ей живот. Да, да, да. Тропы. И тем самым усиливают её страх. И так собаки, такие собаки часто оказываются из приютов, например. У них такая выученная беспомощность, то есть они легли, замерли. И делайте, что хотите, только быстрее бы это закончилось. Вторая собака действительно расслаблена. И, кстати, у первой собаки мы тоже видим напряжение. Вот здесь вот, да? У неё прямо глазки прижмурены, уши натянуты. И я ещё хотела показать вам немножко книг, в которых есть многое интересного о поведенческом медицине. Это книги, которые мне нравятся. У меня большая библиотека. И если вам будет интересно, я буду рада поделиться с вами ею. Здесь также есть ссылочки на сайты, на которых вы можете ознакомиться с программой по снижению стресса у животных. И, конечно, есть книги на русском языке, но их очень мало. По сути, их всего две. Первая – это «Псава», это британская ассоциация по ветеринарной поведенческой медицине. Есть уже новое издание на английском языке. Но, в принципе, я могу сказать, что это хорошая книга, такая базовая по поведению. И есть более новая – это «Блэквиллс» книжка и «Карен Оверл» новое издание, новое относительно, 2013 года. И есть вот переведённое издание «Карен Оверл» 2001 года. Но вот я шучу, что это для тех, кто не хочет учить английский язык. Там очень много про доминирование, то есть старых таких теорий, которые сейчас уже совершенно считаются устаревшими и неприемлемыми. в новом издании такого, конечно, уже нет. Поэтому для тех, кто сидит в одноклассниках, значит, методы коррекции поведения «Оверл» 2001 года, а для тех, кто следует за тенденциями современной ветеринарии, пожалуйста, знакомьтесь на английском языке с книжками. Ну, может быть, когда-нибудь мы переведём их. Кто знает. Но лучше учить язык – это в любом случае полезно. Конечно, да. И знакомьтесь с носителями языка. Но будьте с ними аккуратнее. Большое спасибо за внимание. Это мой кот-тапачек. И помните, что кошек тоже можно дрессировать и интеллектуально развивать. Спасибо большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин